Шишамат Бхактидантова, Нагасай Махарадж, Бразилия, 26 декабря 2016 года, утренняя прогулка. Спроси у него, он ест мясо? Ми, с английского, ми, ми, ит, то есть есть меня. Если ты будешь есть мясо, это следующая жизнь, и те животные, которых ты ел, будут есть твою плоть. Они отрежут тебе голову, и будут поедать твою плоть. Повторяй, святые имена. Как? Говори, Харе Кришна, повторяй. Если будешь воспевать все твои имена, тогда все твои грехи уничтожатся. Ты до этого был мясником? У кого есть вопросы? Челагура, да. У него есть вопросы. Что такое Махантагура? Махантагуру, это сам Кришна. Кришна сам проявил себя в форме Гуру. Это зовется Махантагуру. Это подобно тому, как Гупа Кумар, Прихад Бхага Атамрити, имел Гуру самого Кришну. Кришна принял облик его Гуру и дал ему мантру. Вчера я говорил, что иногда Кришна приходит напрямую в облике Гуру и освобождает живых существ. Это называется Махантагуру. И затем его Гавапракаш Баладева Прабу играет роль Аканда Гуру Татвы. Потому что Кришна — это единое Татвы. Кришна зовется Джагадгуру. Джагадгуру означает Гуру всей Вселенной. Иногда Кришна сам проявляет себя в виде Гуру. Но обычно Он проявляет себя как Баладева Прабу. И Баладева Прабу проявляет Гуру Татву. Поэтому Гурута Одна называется Пракаши Виграхой Баладева Прабу. Каков Татва Вичар. Переводи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Гурдев неотличен от Кришны. Кришна говорит, Ачарья Гуру неотличен от меня. Никогда не выражайте Ему непочтение. Кришна отправляет Себя как Баладева Прабу. Поэтому Баладева Прабу неотличен от Него. Затем Баладева Прабу проявляется как Санкаршана, Мула Санкаршана. Затем идет Карабада Кашая, Гарабада Кашая, Кирадада Кашая. Таким образом, все это происходит. Гарабада Кашая Вишну — это тот, кто управляет огромным количеством Вселенных. Гарабада Кашая Вишну — это тот, кто управляет одной Вселенной. Акширада Кашая Вишну — это тот, кто пребывает в сердцах всех живых существ в образе сверхдуши Параматмы. И его зовут Чайтя-Гуру. Чайтя-Гуру пребывает в нашем сердце. И он — свидетель действий или кармы всех живых существ. Итак, Чайтя-Гуру наблюдает за всеми. Когда наши сукрети накапливаются и созревают, тогда Чайтя-Гуру организовывает все так, чтобы мы встретили подлинного Гуру. И затем в общении с Дикша-Гуру начинается наш Бхаджан. Затем тоже Параматма, Чайтя-Гуру, вдохновляет нас в нашем сердце найти общение с Шикша-Гуру, изучать от него шастры и всю философию. Иногда Дикша-Гуру и Шикша-Гуру — это один человек. Нет необходимости искать две личности. Затем Вартма-Прадакша-Гуру. Кришна вдохновляет сердце живое существо, чтобы он мог встать на путь Бхакти. И это называется Вартма-Прадакша-Гуру. Например, Билла Мангала-Таккур, у него была его Вартма-Прадакша-Гуру Чинтамани. Билла Мангала-Таккур произнес первую слуху Карнамриты, прославляет Чайтя-Гуру, Шикша-Гуру, Шикша-Гуру, Шикша-Гуру и Вартма-Прадарша-Гуру. Вначале Билламангалатхакур прославляет Чинтамани, потому что она отправила его во Вриндаван. И Билламангалатхакур также принял дикшу от Сомагири. И имя его дикшу гору Сомагири. Но он принял дикшу от самого Кришны. Он так и сказал, мой Шикшагуру это Кришна. Он говорит, мой Шикшагуру это сам Кришна. Таким образом, Кришна проявляет себя в четырех формах гуру. Дикша, Гуру Шикшагуру, Варна Прадаша Гуру и Чайтя Гуру. И эта татва называется Маханта Гуру. То есть Маханта Гуру это сам Кришна. Не садитесь там, развернитесь, слушайте Харикадху. Садитесь прямо передо мной, как Шукадава Гасвампад и Парикшат Махарад сидели напротив друг друга. Потому что где есть Кришна, там нет Майи, а Майя она очень могущественна. Майя Деви за спиной у нас, она нас ловит. Поняли? Маханта Гуру это сам Кришна, он так себя проявляет. В баджане и садане в ходе их совершения придет реализация. Поэтому говорится, что Гуру и не отличен от Кришны. Господь говорит, всю свою силу в Шакте я дал Гуру. Кришна говорит, что Ачарджа Деви, Гуру Деви, он не отличен от меня. Потому что я даю всю свою силу для него. Уйдет. 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 В этом случае он говорит, а чай чай гуру? Гуруда, я не понял, о чем нас просил. Нарана Махарафа сказал, я ближе к вам, чем воздух. Значит ли это, что этим он хотел сказать, что он чай чай гуру в нашем сердце? Или это что-то другое означает? Это Маханта Гуру, Сам Кришна. Он всегда с нами. Потому что чай 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 гуру, он такой. Дикша гуру, Шикша гуру, это все одно и то же. Гуру таттва одна, но она проявляет себя в разных формах. Когда вы полностью придадитесь и будете совершать баджун садхану, тогда вы обретете реализацию. Есть разница между чай чай гуру и Маханта гуру? Гурадов отвечает, нет разницы. Нет разницы между Кришной и Параматмой. Кришна это также Параматмой таттва. Его зовут Вишну. Что означает Вишну? Это тот, кто пребывает везде и видит всех. Поэтому, когда вы совершаете баджан садхану, вы можете увидеть, что ваш Иштадев находится повсюду. Биламангала Таккур, когда достиг этой высокой стадии, он увидел, что Кришна везде. Что он играет на флейте. У него красивый облик. Чайтане Махапрабху, вернувшись из Гаи, получил Дикша-мантру Ишвара Пурипада и начал повторять цветы имена. И Кришна проявился перед Ним, играющим на флейте, изогнутым в трех местах. Чайтане Махапрабху думает, я Радха, это мой возлюбленный Кришна. Чайтане Махапрабху бежит за Кришной, хочет обнять его, но Кришна пропадает в лесу. И тогда Чайтане Махапрабху падает, теряя сознание. Таким же образом, Кришна, его зовут Вишну, он пребывает во всех сердцах. С помощью материального ума вы не можете этого понять. Когда он проявляет свою форму перед вами, тогда только вы сможете понять о нем. Кришна, это Параматма-татва, Бхагавата-татва. Он один, но у него есть три аспекта. Бхагаван, Параматма и Бхагаван. Эти три вещи суть одной. Так называется Адвая Гьяна-татва. Неделимая. Он един. Направляет себя в трех формах. Бхагавана, Параматма и Бхагавана. В Бхагане и Садане вы обретете реализацию о нем. Адвая Гьяна-татва. Адвая Гьяна-татва. Потому что это нужно делать ваджа и садану, чтобы реализовать все это. И, на самом деле, в момент вы видите, что Кришна везде находится везде. Потому что, на самом деле, Кришна, Вишна, Он везде находится везде. Например, как Биламангала Траку. Говорит, когда он увидел это, в сказке... А когда он увидел это, когда он увидел его, в том, как он видит всё, А еще и Тихина Махапробу. И когда он вернулся из Гоя, перед этой именились, Он был великим и видил улитя на его передачах, Сивел на флуатаре. И, тогда, когда он ходил к Crяну, Сивел нахер, и думал, что он не знал, И Сивел нахер, и Ки́ня, все uprightом, Присыл стежин и оставил его за него. Поэтому, на самом деле, Кришна, по всей стране, этот Шейтагуру, не отличается от Кришна, но этот тип вещей, мы просто сможем иметь автореализацию, мы сделаем баджу на садану, как этот раз объясняет, Найатума Прова Тинайдалабио, что когда он próprio СССР Супремо может manifestать форма Де вещества, тогда вы поймете, что не обеспечит, не обеспечит, не обеспечит, не обеспечит, только когда вы получите эту мисерикорию, он будет появляться на своей стороне. Возможно вы спросите, если Бхагаван и параматма везде, зачем тогда нужен Гуру, и зачем нужно совершать баджа на садану? И ответ таков, да, он везде, как лучи солнца, но мы сидим под деревом. Снаружи жарко, а мы как под мостиком сидим. То есть там жарко, а у нас нет. Таким же образом. Бхагаван, он пребывает везде, но когда вы принимаете прибежище у лотосных стоп-гуру, тогда к вам приходит эта прохлада. Поэтому говорится, Нитай-падда-камала. Так говорится, Нитай-падда-камала, Нитянанда-прабул, его лотосные стопы очень приятные, дают приятную прохладу, как миллион лун. Лотосные стопы Нитянанда-прабул даруют прохладу. Поэтому очень осторожно держите его стопы очень трепетно. Прямо нового мара и довольно много плоти для людей, но где, во-на-на-на-на-li, находится в곳 директор-баллах, находится самым комнатам стопкой. Но с этим самым самым аномалом, когда ты же сидишь на тиже аромей, эта самая зная тrantá-балла, которая междунать уже весьма веселая дождь, которая загорает дождь, что Pacific Майдер, которое изменно блее дождь, Таким образом, когда мы обрисываемся в Песелоте Буру, мы будем прескать в таком форме. Таким образом, как эта песня объясняет Нитайпада Камала, что Песелоте Нитринанапрабу, который сам Кунда Гурутата, это принцип индивидуальный мастер, они более прескать, чем... Котичам. Тогда он понимает, что Песелоте Нитринанапрабу они больше прескали, чем миллионы и миллионы, и что она сомбра у Нитринанапрабу дает обрисо и обрисо, все миллионы. И он должен быть сомневаться с мощностью Нитринанапрабу с очень осторожно. Таким же образом, Кришна проявляется в форме Нитянанды Прабху и дает любовь и привязанность и прибежище. Поэтому все наши страдания уходят из сердца, и мы чувствуем освежающую прохладу. В этом материальном мире, кто может вам сказать правду? Никто. Только обманывает все вас. Но Гурупада Падма, он никогда вас не обманет, но всегда с вами. Как только вы построите отношения с Гуру, никогда не оставляйте его. Потому что любовь и привязанность к Гуру в тысячи раз превышает любовь и привязанность отца. Поэтому говорится, что когда трансцендентные знания, знания о взаимоотношениях придут, тогда вы осознаете, как много любви у Гуру Дэвы по отношению к вам. В этом материальном мире все основано на эгоизме. Но любовь к Гуру не содержит в себе эгоизма. Это чистая любовь. Вначале ученик не может этого понять. Он не может осознать совершенство любви. Совершенство и чистоту, безупречность любви Гуру Дэвы. Но совершая баджана садхану, к нему придет любовь, саммандагяна, привязанность, чувство обладания. И тогда придут реализации. Ученик может оставить своего Гуру, но Гуру никогда не оставит своего ученика. Такой в процессе. Куда бы не отправился ученик? Гуру Дэв поймает его в зачете. Читания Бхагава Тибриндаундастакур говорит. Мой Гуру ловит меня за шику и снова отдает мне прибежище. Потому что Гуру думает, что он принадлежит мне. Что-то как, например, ребенок ушел от кого-то, от родителей. Родители его задерживают, хватает. Если вы отправитесь во Вриндаван, то увидите вот там маленьких обезьянок. Иногда эти маленькие обезьянки покидают свою маму и хотят куда-то убежать, а мама хватает их. Видели такое? Она не разрешает уйти обезьянке, потому что думает, что она принадлежит мне. Поэтому говорится, что Гуру Дэв так милостив. Когда я ухожу, он хватает меня за шику и возвращает. Такова любовь и привязанность к Гуру к своему ученику. Он никогда не оставляет своего ученика, потому что знает, что тот принадлежит ему. Он говорит, что он принадлежит мне. Вот прямо надо. Гуру Дэв говорит, что в этот раз очень горячее, лучше солнце. Очень жарко. Говинда Прия задает вопрос. Чатя Гуру проявляется в нашем сердце. Вы сказали, что он наблюдает. Чатя Гуру это свидетель. Но когда вы предадитесь, и ваше Сукрите наберется, тогда тот же Гуру проявится в форме Дикша Гуру, Маханта Гуру. Гуру будет говорить с нами? Как он будет нас вдохновлять? Гуру проявляется во многих путях. Он вани, то есть его слова не отличны от него. Понимаете? Есть такое понятие, ван май мурти. Это означает его словесное проявление. Его слова не отличны от него. То есть его слова не отличны от него. Какой пример. Вы читаете Чайтанья Чаритамриту. Кто написал ее? Кришнадас Кавирадж. И вы думаете, что Кришнадас Кавирадж говорит с вами. Так? Эта Кадха не отлична от него. Поэтому, говорится, ван май мурти, Шримад Бхагаватам. Это ван май мурти, самого Кришны. Кришна сказал, я проявил себя в Шримад Бхагаватам. Понимаете? Таким же образом, слова Гуру не отличны от него. Просто совершайте Бхагаватам и Саддхану, и тогда поймете сами. Физически иногда он проявляется, иногда нет. Например, как в случае с Гупой Кумаром. Я рассказываю эту Кадху очень сладостно. Когда Гупой Кумар был в Джаганадхапури, однажды он шел по пляжу. И вдруг его гуру Джайанта проявился перед ним. И тогда Гупой Кумар не мог вытерпеть этого. Он плакал и плакал, потому что так много лет он чувствовал разлуку со своим гуру. И вот он его увидел. Приводится пример. Если вы теряете что-то, и не можете найти это в течение многих лет, а потом находите, какое чувство к вам приходит. Таким же образом, Гупой Кумар чувствовал разлуку со своим гуру. Но теперь он обрел его очень драгоценный камень, Махаджан, Гуру Дева. И он обнял эту снастопу к гуру. Но не мог говорить. Потому что так много чувств у него было. Эмоции его захлестывали. Еще один пример. Если какая-то вдова потеряла своего сына, тогда она плачет, плачет. Но вдруг приходит Садху, и с помощью мистических сил возвращает ее сына к жизни. Что же тогда будет делать эта вдова? Она не может плакать. Потому что она не может поверить, на самом деле мой сын воскрес, или это мой сон. Просто слезы текут в свою глаз, и ее губы дрожат. Таким же образом, Гопа Кумар, когда он встретил своего гуру на пляже, на джаганатхапури, он не мог выдавить ни слова из себя. Потому что после долгой разлуки он встретил гуру. И у него просто лились слезы и дрожали губы. Он не мог ничего вымолвить. Гурдев благословил его. Он сказал, Гопа Кумар, не переживай, я всегда с тобой. Я благословляю тебя. И это твоя вечная, трансцендентная форма. Враджа Сакья Бава. Каким же образом Гурдев всегда пребывает с нами? Просто совершайте баджана садана, и вы это поймете. Вы это поймете. Физически он не может быть с вами. Но... Не всегда. Но он с вами. Потому что его тело трансцендентно, а пракрита шарира. Гуру никогда не умирает. Просто повторяя все эти имена и совершая баджан садан, вы это поймете. Мы спросили, когда Гуру не находится физически на нашей стороне, он тоже общается с нами? Какой момент вы делаете? Да, да. Продолжение следует... Вы слышите его в форме, в форме, которые он сказал. Это называется Банмуи Мурти, в Гуру. Это происходит в Кристоте. И это происходит в отношении к Шмаду Бхагваттан, который называется Банмуи Мурти, которая есть в форме сонора, в форме кристоте. Так, у него всегда есть. Например, в Кристоте, в Бхагваттан, в Кристоте, в Кристоте, на прае, и он не видел его. И, когда он увидел его, он был так шоком, он не видел его, и он был так, не понимал, он не мог видеть его снова, он был так эмоционом. Он был так эмоционом. Он был так эмоционером, он стал enclosedรwyn, и, по-моему, он был так эмоционом он сдан ароматом. Он в своем сути? Он вызывается эмоционом. Он был так эмоционером иि 맛 к чему-то. В его голодуowie, Но, вıkагато. О чем ли, утuty Coc.. например, что она украла от breath from, который украла, больно, кто будет, ну, что-то, что украла, потому что украла прибыль и украла, golpe на собрании с жилием, с ней прибыль не украла, и отца пустяшкова она украла вся смешно, но, можно разу думать, а украина реально с тобой почему-то? Действительно, что-то выкрала, она так смешно не успевает, украла, Требенда, членово, не сомненько. Таким образом, Гопу Кумара Их был в ситуации, когда мы встретили его в гуру. Джайанта, на пляже, в Яганатуре. После того, как он был, Гопу Кумара, не волнуйся, я не знаю, что я всегда с тобой. И ты... Когда ты обеденся, ты чувствуешь себя в таком виде, в Саке Баба, в Брот. Таким образом, он всегда с нами, даже физически. Потому что, в гуру, Он не является материалом, он является трансцендентным. Он находится физически с нами, но мы не понимаем это сейчас. В Баджан и Садан мы будем реализовать все это. Одну жизнь, будьте направлены на Гуру. Если в одной жизни вы будете направлены на Гуру, вы будете реализовать это. Гуру Тев. Есть ли градация в Сукрите? Уровни Сукрити? В зависимости от настроения Севака. Есть разные уровни. Когда вы отправитесь в духовный мир, вы поймете. Сейчас нужно устранить анардхи и сердце. Совершать Баджан, Садану. Тогда вы поймете. Реализация есть на любом этапе. И при любом настроении. А сейчас появится очень много. Очень много. Есть даже. Сергей Ян, я сказал. Именно вся эта заградация в Сукрите. Уровние в Сукрите. Уровние в Сукрите. Он ответил, что... И это тоже. Да, есть это, еще также. И из-за наградации в Сукрите. Это тоже влияет на Сукрите. потому что есть и разные служения это разные служения в зависимости от настроения садаки даже есть разные категории гопи и у них тоже различные служения в сакхирасе есть тоже различные служения сейчас воспевайте святые имена и сосредоточьтесь на том, чтобы быть направленными лишь на Гуру если в течение жизни у вас проявится Гуру Ништха тогда Кришна устроит все так, чтобы вы отправились на Галуку Вриндаван еще вопросы как сильно мои мысли, плохие мысли могут влиять на меня в эту Кали-Югу я повторяю Харе Кришну, но все равно у меня плохие мысли когда вы получили мантру от Гуру и повторяете святые имена, к вам приходит энергия и постепенно она уничтожает Анардхи в вашем сердце потому что когда Гуру дает Харинаму она в себе содержит энергию, силу потому что Харинама у нее очень огромная сила, но вы не можете ее понять но когда вы получаете ее, вы получаете ее вместе с этой силой потенции но она исходит напрямую от Кришны потому что лампочка сама по себе не дает свет Но только когда она связывается с электричеством, тогда она может давать свет Обязанность Гуру это подключить ученика к Кришне Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok